Комиссия общественной палаты Республиканского дорожного агентства и ГИБДД вновь на колесах. В пятницу она снова провела в дороге, проверяя качество покрытия на федеральной трассе Вятка, точнее ее участок в Прилузском районе. Тем самым открыт новый виток рейдов, летний, а это контроль за качеством полотна и его гарантийным ремонтом. Проверку обслуживания дорог зимой завершили результативно, так считает член общественной палаты Нина Шмарова. Теперь общественная палата и дорожное агентство подписали новый график ревизий. Гарантийный ремонт дорог в Сыктывкаре начнется сразу после майских праздников 12 мая, если, конечно, свои коррективы не внесет погода. Сейчас специалисты администрации определяют участки, на которых необходимо провести работы. Впрочем, некоторые выводы, проехавшись по городу, можно сделать уже сейчас. Вот, например, участок улицы Свободы, рядом с визитной карточкой столицы Коми Свято-Стефановским собором. Два года назад его ремонтировали, потом приводили в порядок по гарантии, и все напрасно. Небольшой участок портит не только нервы автомобилистов, но и репутацию власти и подрядчиков. Вот еще один пример того, как асфальт сходит со снегом. Еще в прошлом году, в июне, жители улицы Ручейной стали свидетелями большой активности дорожников на этом участке. Однако уже сегодня, спустя 10 месяцев, радость сошла на нет водителям. Чтобы не потерять колесо, вновь приходится тормозить и лавировать между колдобинами. Пока более живучим остается щебеночно-мастичный асфальт, который на 30% дороже обычного. Он более прочный и благодаря этому, видимо, компенсирует огрехи дорожников. Список, подлежащих гарантированному ремонту дорог, у мэрии официально запросили общественные силы региона. Например, некоммерческая правозащитная организация «Дорожный надзор Республики Коми». К слову, это обычные горожане, которые ездят по нашим дорогам, но при этом еще и пытаются бороться за их качество. У нас активистов, там, человек 10 на всю республику наберется. И с учетом существующих законов, мы пишем в прокуратуру, они в течение 30 дней нам отвечают. Мы повторно обращаемся, ну там, в ГИБДД, в прокуратуру. Есть определенная схема, и она очень затянутая. И, допустим, взять одну яму, мы по ней будем писать, мы можем писать полгода, можем писать год по индустриальной. Вот у нас уже три года длятся вот эти переписки, но ВОЗ и ныне там. Поэтому обращений 10 человек не хватит. За контроль дорог в этом году взялась и самая весомая общественная структура – Общественная палата Республики. Кстати, как раз сегодня комиссия с участием ее членов, работников Дорожного агентства и ГИБДД, вновь выехала в рейд, чтобы проверить качество покрытия трасс в Прилосском районе. А накануне ревизоры подвели итоги предыдущей серии рейдов по качеству зимнего обслуживания дорог. Когда делаются замечания, и подрядчиками это воспринимается не как в укор, а как то, что им срочно это нужно устранить, и большинство из них сразу же устраняют, либо через какое-то время. Это еще раз дает населению разъяснение, что если они будут обращаться в Дорожное агентство, либо будут обращаться в ГИБДД, их вопросы не останутся без внимания. Что не просто так они могут позвонить или написать, и никто на это не обращает внимания. На самом деле была проведена большая работа. Проверено более тысячи километров автомобилей дорог. Семь выездов было комиссионно совершено. Работа, я думаю, будет продолжена. По словам Нины Шмаровой, именно активная гражданская позиция – залог быстрого решения вопросов. Разве что информации для населения должно быть больше. Кто за что отвечает, эти данные жители республики должны знать досконально. Еще один немаловажный результат. Крупнейшее лесопромышленное предприятие в КОМИ, Сыктывкарский ЛПК, согласился взять на себя часть расходов на ремонт и обустройство дорог северного направления. Это подчеркнули все участники комиссии. Меру ответственности почувствовали и подрядчики. На нарушителей автоинспекторы активно составляли протоколы. В общей сложности по итогам этой проверки нам наложено административное взыскание на сумму больше, чем полмиллиона рублей. Результат есть. Спасибо общественной плате, что помогли нам выехать. Что касается летней ремонтной кампании, то жизнь в новых экономических условиях внесла в нее свои коррективы. В Сыктывкаре, например, на работы смогут потратить лишь 124 миллиона рублей. Так что речь может идти разве что о ремонте картами. Впрочем, даже в непростое время власти не оставят без внимания и дворовые территории. Мы согласовали ряд работ, которые связаны с такими более или менее капитальными вложениями. Это будет участок улицы Коммунистическая от Старовского до же дорогзала. И там полностью этот кусок будет выполнен по технологии щема. Ну, то есть усиленная так, чтобы это было действительно. Это будет участок дороги Тярский проскект от улицы Коммунистической до улицы Катаева. По-моему, если я сейчас не ошибаюсь, это будет кусок улицы Пивзавода до Печерской. Новый сезон дорожного ремонта также пройдет под пристальным вниманием общественников. Это должно подстегнуть дорожников к тому, чтобы ответственно отнестись к работам. Речь, как-никак, о бюджетных деньгах. И они уж точно не должны уплывать в никуда вместе с асфальтом и талыми водами. Константин Куратов, Максим Васильев, Константин Сратиенко, Олег Костромин. Телеканал Юрген. Об итогах прежней и начале новой серии дорожных рейдов.